Привет! Сегодня хотелось бы поговорить о таком блогере как Тирхта. Не очень удобно запоминается, вечно делаю ошибки, но тем не менее, если ввести Тирхта в поиск ютуба, то вы попадете на его канал. Вот чем мне нравится Андрей Тирхта, тем что он не уходит от одной и той же темы. То есть практически все темы у него связаны с вечными двигателями, ну и с бестопливными технологиями. Давайте зайдем на его канал. Зайдя на канал человека, очень просто можно определить его творчество, кликнув вот на вот эту кнопочку видео. То есть здесь видно, когда человек выходил, так сказать, на связь. Вот смотрите, вот он снял видео буквально 3 часа назад, а перед этим он снял 9 часов назад. То есть промежуток между видео было около 6 часов. Это хороший показатель. Далее здесь, смотрите, 23 часа. Один день назад. То есть он штудирует темы за темой. И вот практически идет каждый день. Каждый день идет что-то новенькое. И темы, я вам скажу, такие интересные. Вот 2 дня назад. Вот даже вот здесь, 3 дня назад он 3 видео снял. Видите? 4 дня назад. 5 дней. Ну вот здесь был небольшой промежуточек. Да, вот неделю, неделю назад. Здесь была тоже, может быть, счетчик не так считает. Но дело не в этом. Чтобы понять, в чем фишка канала любого, Достаточно нажать на кнопку «Упорядочить» и выбрать самое популярное. То есть тема, которую, так сказать, которая в топе держится на этом канале. То есть все, что связано с бесплатным, запрещенным, бесплатным освещением. Ключевая фраза, вы видите, запрещенная. То есть у него и канал называется. Канал запрещенной науки. Далее, ну, в топ вышло это видео. Плюс еще вот это в топе у него было одно время. Про магнитный двигатель. Показатели довольно-таки хорошие. 2,7 и 3,5 миллиона просмотров. Это очень серьезные видео, которые очень популярны. Я хочу сказать, что, по сути, так и есть. Вот все, что связано с бесплатным электричеством, Это очень топовая тема в ютубе. Также топовая тема – это магнитный двигатель. До сих пор толковой информации нет. То есть, ну, насколько эта тема раскрыта, не раскрыта. Также интересна тема, которая разоблачает фейки. Фейки ютуба. То есть, вот, допустим, вот этот вентилятор. Правда ли это, что будет гореть лампочка? Опять же, вот следующий ролик. Вот здесь лампочка горит. Здесь тоже, ну, в общем-то, разоблачение фейка. Хотя, название, видите, вот вечный двигатель, и вам не нужен свето-джекиха. На самом деле, ну, оно как бы заманивает туда пользователя. Но, на самом деле, это же не ответ. Это не вечный двигатель. Это просто разоблачение. Давайте посмотрим, что же пишет Андрей о канале. Видео о том, о чем хочу. То есть, ну, здесь человек, вот, то, что думает, то и сказал. Вот, интересует его тема, допустим, БТР. Он про нее и снимает. Интересуют какие-то другие фантастические темы. Ему тоже он снимает. Вот мой второй канал, на тот случай, если забанят этот. Ну, как бы, за что его? Ну, его могут забанить только, если начнут жаловаться. Я очень, ну, читал комментарии там. Ну, есть очень люди негодующие. Им не нравится. И они такие, типа, как бы коллективную жалобу. Поэтому Андрей, скорее всего, резервный канал. Давай посмотрим, что за резервный канал у него. А, ну, это, по всей видимости, его старый канал. Или как-то, ну, просто резервный. Видите, здесь было видео, самое последнее видео было год назад. Ну, все на ту же тему. Ну, больше он не загружал. Смотрите, вот, среди всех видео было всего раз, два, три, четыре штуки. Четыре видео. Хотя подписчиков, вот, 14 тысяч. Ну, не могло четыре видео набрать 14 тысяч подписчиков. Скорее всего, может быть, он что-то поудалял. Не буду утверждать. Вот, плейлисты. Скорее всего, это его второй аккаунт. Ну, то есть, что я хочу сказать. Человек работает, делает интересный контент. Люди с удовольствием смотрят. В общем-то, и я периодически тоже смотрю. Ну, интересно. Интересно раскрывает темы. Тем более, к нему обращаются люди из подписчиков, которые заинтересованы этой темой. И, в общем-то, как говорится, снабжают его идеей для очередного видео. Ну, так оно и есть на каналах. Появляются единомышленники. Ну, в принципе, на этом все. Своё мнение я высказал. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok